Продолжение следует... ...независимого национального квалификационного тестирования, которые проходят учителя, чтобы подтвердить свою квалификацию, либо повысить ее на следующий уровень. И вот последняя статистика двух лет показывает, что каждый второй преподаватель, он не набирает пороговые показатели по этим видам экзаменов. И примечательно то, что с прошлого года такие виды экзаменов начинают проводить на независимых центрах тестирования, U-Study, который является частным партнером Министерства образования в этом вопросе. Ну это как бы зарубежная практика, там в Америке это ETS, если знаете, вот в компании есть British Council, то есть независимые площадки. И с момента, как вот тесты начинают проходить на независимой площадке, количество педагогов, которые не набирают порогов, становится еще больше. Это говорит о том, что все равно государство, когда замеряет результаты своих образовательных достижений в лице учащихся педагогов, оно все равно не объективно. То есть не сохраняет объективности. Потому что как бы сам себя по рукам бить не будешь, как говорят, да? По этой причине вот у нас, к сожалению, все еще в сфере образования не хватает независимой объективной оценки касательно качества. Поэтому мы любим ссылаться на вот эти экзамены PISA и так далее, да, которые показывают, что мы на два года отстаем в целом, да, от средних показателях. То есть мы на самых последних строчках, если в мире находимся. А если сравнивать саму казахстанскую динамику, то дети в сельских школах, они на два года отстают от городских. Это очень большой разрыв в самом деле. Теперь, если говорить про причины, одна из главных причин такого разрыва и отставания, это то, что знания, которые передают, либо помогают получить, это в первую очередь учителя, во вторую очередь это инфраструктура, в третью очередь это программа, образовательная, учебная программа, в четвертую очередь это уже организационные процессы, да, как менеджмент руководства школы это все организует. Вот на вот этих четырех моментах очень много барьеров, преград. То есть я к тому, что учитель — это не самое слабое звено во всем этом. Слабые учителя — это, можно сказать, больше даже последствия, нежели причины. Теперь, почему у нас в стране очень много слабых учителей? И одна из причин — это то, что профессия педагога, она последние несколько десятилетий стала непрестижной. Ну, либо, если быть честным, наверное, с момента обретения независимости, после развала Советского Союза в целом резко упали доходные показатели педагогов, да, потом условия, в которых условия труда поменялись, резко стало не хватать школ, потом, ну, резкий рост самих контингентов учащихся, да, это все привело к тому, что вот условия у учителей ухудшились. Экономика и выделяемые средства со стороны государства не преуспевали за этими изменениями, либо, наоборот, на уровне госполитики не было понимания, в первую очередь, создавать условия для педагогической сферы, да, и в том числе одна из причин, это даже пусть из школы начали не самые лучшие выпускники выбирать путь педагога, но хотя бы на уровне педагогических вузов это можно было бы как-то нивелировать путем конкретного мощного обучения этих не совсем замотивированных будущих педагогов. То есть, но, к сожалению, и на уровне педагогических вузов была аналогичная проблема, когда, ну, тоже низкие заработные платы, обветшавшая инфраструктура, как бы, вот это, соответственно, самообразовательная программа подготовки педагогов, все это в купе снова же и так не самых лучших выпускников делало еще слабее, понимаете, да? И на протяжении десятилетий на рынок труда начали выходить очень много такого низкоквалифицированного педагогического состава кадров. И это еще больше усугубилось тем, что хоть до предыдущего года существовала система заочного обучения, когда любой желающий мог поступить на заочно-педагогический вуз и, не посещая университет, получить специальность педагога, которая легально позволяла ему идти и работать преподавателем. И с учетом того, что в целом у нас произошло очень, как бы, да, старение педагогического состава, те педагоги, которые отучились в советское время с сильной фундаментальной базой, их стало много и они резко начали уже выходить на пенсии, а замена, которая к ним приходила, она была не всегда самого достойного уровня. Плюс там очень много было заочников и так далее, да? И вот все это в купе привело в целом к упадку качества образования. Это вот одна сторона медали. Другая сторона медали, это то, что на виду с слабым качеством педагогических кадров, также обещала в целом образовательная инфраструктура. То есть, чтобы вы понимали, нигде в развитых странах мира дети не учатся, не то, что в три смены, а в две смены даже не учатся. А в Казахстане до сих пор не могут решить вопрос трехсменных школ, не говоря уже о двухсменных школах. По этой причине у нас 99% населения, детей, к сожалению, они учатся в отличительных условиях, чем их сверстники за рубежом, чем в развитых странах, и в том числе в отличительных условиях, чем их сверстники, которые учатся в таких государственных школах, как НИШ, КТЛ, РФМШ. Теперь все это в купе, когда ребенок заканчивает школу, которая была в двусменном обучении, где, соответственно, не предоставлялась полноценная программа развития, а в больше вырезанном виде, скажем так, где ученик вынужден приходить в школу утром в восемь и уже в два часа вынужден покинуть стены школы в связи с тем, что нужно здание освободить для второй смены. Это вот одна сторона. Другая сторона то, что ребенок, который учится 11 лет в общеобразовательной школе, он практически 6 лет обучается не в первую смену, а во вторую смену. И это влечет за собой еще большее упущение знаний. Потому что во вторую смену, как вы знаете, очень непросто учиться, потому что в целом организм устает, да, и фокус теряется. И добавок к этому на самые последние предметы, допустим, которые проходят в 6-7 часов вечера, обычно, ну, как по привычке ставят те предметы, которые не совсем нужны. То есть есть такая ситуация, представляете, на протяжении 30 лет у нас существуют предметы, которые не совсем нужны, по мнению руководства школы, детям. То есть хотя по госпрограмме это все прописано, но по факту на местах директора школы вынуждены прибегать к таким, как бы, плачевным решениям. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ребенок на протяжении 6 лет, которые он обучается во вторую смену, получает огромные пробелы в тех знаниях, которые ставились им в последнюю часть, да, уроков. В 6-7 часов вечера. А теперь нам нужен анализ, какие эти уроки были в основном, да. Представляете, если это были в основном уроки science, да, такие физики, химии, биологии, то по этой причине у нас никогда в стране не будет ученых в достаточном количестве. У нас никогда не будет инноваций на мировом уровне. Хотя мы с вами знаем, да, вот выпускники вот этих 1% школ, каких высоких успехов добиваются на мировом, глобальном пространстве. Очень много из них вот у вас на площадках выступает. То есть мы понимаем, что потенциал наших казахстанцев, он огромный, но вопрос их раскрытия, это вопрос решения вот таких очень важных, серьезных системных проблем, которые существуют в системе госуправления образования, в системе государственной образовательной политики, в целом в системе школьного образования и подготовки педагогических и управленческих кадров. Вот по этой причине вот это все нуждается в серьезном анализе, в сопоставительном, сравнительном анализе. И тогда мы уже сможем понять, да, вот какие мы потери обрели в связи с вот такими проблемами. Вот теперь в связи с этим родителям, которые понимают такую ситуацию, они прибегают уже к альтернативным решениям, которыми выступают как раз такие частные школы, международные школы, которых, кстати, в Казахстане очень немного. Вот буквально вот тоже выступал на прямом эфире, там спрашивают, да, как бы частные школы — это зло. Я говорю, частные школы в Казахстане всего лишь полтора процента, если сравнивать с мировыми другими организациями, и там в среднем 20-30% от всего количества школ составляют частные школы. В Дубае, допустим, практически 70% школ — это частные школы. А в Казахстане — полтора процента. Но у многих, наверное, сложилось такое впечатление в связи с тем, что у нас много не частных школ, а частных образовательных центров, которые буквально на каждом углу у нас находятся. Нет детей, которые даже с первого класса ходят к репетиторам, да? Я даже по-другому скажу. Практически нет, наверное, семей и детей, которые бы отказались бы от услуг репетитора, если бы это было им доступно по карману. Но, допустим, почему вот есть такая высокая потребность в доп. образовании? Потому что родители не удовлетворены в целом качеством того образования, которое им дает государственные школы. А государственные школы, в свою очередь, не могут давать высокого качества образования, которое, кстати, гарантировано Конституцией и является обязанностью государства и правом наших граждан. Оно выполняется не в полной мере. Несмотря на то, что мы являемся унитарным государством, у нас существуют большие разрывы в плане получаемого образования. И как раз таки в этом вопросе частные школы, они могут выступить хорошей альтернативой, но не в той форме, в которой они имеются сейчас. Сейчас частные школы, они недоступны по карману большинству. Почему? Потому что их мало, и среди частных школ все еще нет той конкуренции. Поэтому спрос на частные школы не так высок. Родители пытаются удовлетворять свои потребности путем посещения вот этих дополнительных образовательных центров, где в среднем, допустим, каждая семья на ребенка тратит от 20 тысяч тенге до 50 тысяч тенге в месяц. То есть в год в среднем 300 тысяч, 500 тысяч тенге стабильно. Родители, если у них базовые финансовые возможности, они тратят на своих детей. Представляете, да? Ну, каждый это классифицирует по-разному, но в целом, если прям обобщенно вот так говорить, первое, это то, что школа, ну, это привыкли все вот так говорить, школа дает знания. На самом деле, вот в развитых странах люди так не считают. Школы идут не только за знаниями, и в основном идут туда не за знаниями, да? Школы идут ради социализации, и социума. То есть ребенок, он готовится к взрослой жизни через моделирование этой жизни в маленьком ее безопасном виде, в организованном специальном пространстве, в виде школы, в виде традиционной школы, где создана безопасная образовательная среда, где есть такие же маленькие, ну, либо их возраста дети, есть дети повзрослее, есть более взрослые, как бы, наставники, лице-педагогов, да? Вот это модель взрослой жизни, где они потихоньку с садика начинают учиться. Поэтому утверждать, что образование — это только знания, какие-то навыки, компетенции, это будет очень в ограниченном виде. Первое, конечно, то, что школа дает, это знания, то есть какой-то объем информации, а потом то, что школа дает, это какие-то функциональные навыки, да, умения в виде каких-то, вот мы привыкли говорить, это навыки мышления, логики и так далее. Это вот в целом академическое направление. Но кроме академического направления школа в целом дает социализацию, развитие социальных навыков. Человек учится адаптироваться и жить в социуме, коммуницируя со своими сверстниками, вот это, да, нормы поведения и так далее. В-третьих, школа тогда развивает эмоциональный интеллект, чувство, да, именно душевную часть. Когда ребенок учится, ну, таким человеческим, именно присущие человеку чувства, эмоции, сопереживания в целом, разные, разные там, много видов эмоций, это все ученик, это все получает в этом пространстве. Это третье, да, эмоциональный интеллект. Четвертое, это человек получает, развивается в школе физически. То есть, конечно, это можно делать у себя, независимо дома и так далее, да, при создании необходимых условий, но в целом школа, она развивает человека физически, потому что ребенок, он не только сидит за партой, да, в правильно организованной школе ребенок не должен сидеть только, как бы, за партой. Он, вот в хороших школах обычно перемены длинные, да, где-то 10-15 минут, чтобы, ну, в Финляндии, по крайней мере, и так. У нас в частных школах в среднем 10 минут, да. В государственных школах в связи с двухсменкой, трехсменкой 5 минут всего лишь. То есть, в хороших школах 15 минут, 20 минут, вот такое пространство дают. И ребенок, как бы, и сидит за партой, что-то берет, потом выдвигает на перемену, на улицу, там есть определенная инфраструктура, да, возле которой ребенок играется физически, разминается и так далее, бегает. Вот это все в купе, не считая сами уроки физкультуры, да, не считая правильное питание, правильный режим дня, вот это все физически в целом здоровье человека, ребенка правильно помогает развивать. Вот это вот четвертая вещь. И пятая, наверное, вещь, это то, что мы привыкли говорить, это то есть это воспитание, да, это именно ценности, правильные ценности. Да, человек может научиться академическим знаниям, человек может управлять своими эмоциями, человек может научиться контактировать в социуме, да, налаживать контакт и так далее. Человек может физически быть развитым, но именно воспитание правильной ценности он не может получить, если у него среда, она ядовитая. Если у учителя, они не носят в себе правильные ценности. Понимаете, да? Ценности — это такая вещь, которую словами сложно научить. Ценности, они передаются от человека к человеку на личном, собственном примере. Поэтому школа, в том числе, это место, где человек, будущий гражданин своей страны, он растет как человек, как личность по ценностным аспектам. Поэтому вот пять таких основных моментов, ради которого стоит в целом развивать систему, традиционную систему образования. В последнее время, в связи с пандемией, онлайн-обучение и так далее. Представляете, сейчас дети были вынуждены по всему миру четвертую четверть провести в онлайн-режиме. Первую четверть сейчас в Казахстане собираются тоже проводить в онлайн-режиме. Но только там по заявлению родителей, там позволяется открывать дежурные группы для детей младшего возраста. Но в целом, представляете, колоссальная такая потеря нас ожидает. Почему? Потому что онлайн-школа, она маловероятна в том, что онлайн-школа может развить эмоциональные, социальные, физические и в целом ценностные аспекты ребенка через камеру. Я согласен, самые лучшие технологии и так далее в таком виде, возможно, помогут ребенку прокачать свои академические навыки, знания, информацию. Но другие важные аспекты оставшихся вот эти 75-80% пирога, традиционно, которые школа дает, онлайн-школа, к сожалению, не может компенсировать. И в частности, еще больше потерь будет у детей младшего возраста, потому что дети старшего возраста, они более самостоятельные, они могут долгое время сидеть, самоконтролировать себя напротив камеры, учиться. Это и то, я говорю про академические знания. А для маленьких детей большие потери будут не только по части вот этих четырех остальных аспектов, но и по первому аспекту, по части академических знаний. Потому что маленького ребенка внимания удержать, это очень сложно через камеру. Практически невозможно. Вот школа в целом, отличная школа, если вот среди нас есть родители, я бы, наверное, порекомендовал бы, когда выбираете школу, смотреть на вот эти пять очень важных столпов, которые дает хорошее традиционное образование. Наверное, мы сейчас в таком положении находимся, весь мир, то, что, как вы поняли, традиционное качественное образование, где покрываются все пять аспектов, да, оно становится неимоверно дорогим. То есть по этой причине раньше вот, если вы помните, говорили про дворянское образование, да, где там вообще нет никаких, никакой речи о гаджетах и так далее. Но, допустим, если дворянское образование, скажем так, существовало в 21 веке, оно бы сохранило свою традиционную форму, но, допустим, в части развития каких-то академических навыков, да, знаний, информации, они бы интегрировали бы вот это все блага, все блага, скажем так, цифрового мира в этот процесс, а именно, допустим, интегрировали бы использование iPad-ов, доступы всяких, использование всяких приложений, всяких разных сервисов в этот процесс, чтобы прокачивать академическую часть. Но, чтобы прокачать оставшиеся четыре аспекта, они бы не прибегали к гаджетам. Почему? Потому что в основном все остальные четыре аспекта, они развиваются через самих людей, через социум вот это, через среду, в которой ребенок живет, развивается и так далее, да. То есть это школа, семья, двор, ну, окружение, детей, с которыми ты контакт держишь и так далее. По этой причине вред от цифровых гаджетов, он, конечно, очень большой, если мы отрубаем все четыре части и полностью фокусируемся только на развитии академических направлений, да. Но если мы с умом интегрируем, как вы говорите, экологично это все интегрируем, то от цифровых технологий, конечно, очень большая польза, потому что цифровые технологии, цифровые решения, они помогают оптимизировать какие-то процессы, да. В части, допустим, управление сферой образования, школой, вот какие-то вот процессы, которые можно, вот механические процессы, которые можно передать просто компьютеру, либо к какому-то софту, и он вот это все вместо человека быстро это все решает через компьютерные технологии. В виде оценивания, да, в виде подачи какой-то обратной связи, компоновка больших данных, быстрый доступ к достоверным данным, много-много-много таких вещей. Но при этом вот очень много, наверное, появляется сейчас исследований, которые говорят о том, что долгое нахождение вот в таком формате, да, когда я вот вас вижу, человека через камеру, но вот не чувствую полноценно, да, это тоже стрессово для человека оказывается, представляете? Даже для взрослого человека это приносит тоже достаточно большую нагрузку, когда с утра до вечера наша жизнь протекает, вот контакт социум протекает через камеру, потому что это неестественно для человека. Я смотрю на вас и как бы разговариваю, но ладно, я понимаю, один час, да, и так далее, но всю жизнь перевести в такой цифровой формат, наверное, человек не для этого существует, не для этого создан, потому что он человек, не робот, чтобы вот по фиксированному вот такому формату жить. Где-то комбинировать можно, но человек ищет человека. Я вот это хотел сказать. Ну, надо сказать, что учителей в вузы хоть и штампуют, но их не будет хватать. У нас вот с начала 2000-х по конец 2010-х, да, вот на промежутке вот этих 8-10 лет была очень низкая рождаемость. И сегодняшние дети, которые учатся с 7 по 12 класс, их вот это, вот дети вот этого возраста, их самое мало во всем Казахстане, потому что в их период было очень мало рождаемости. Соответственно, если ежегодно вот сейчас в школах заканчивают в целом 130 тысяч детей где-то, да, на сегодняшний день ежегодно, 130, 150 и так далее, 100 тысяч, может быть, то буквально через 10 лет, а может даже через 6 лет начнут выпускаться по 400 тысяч детей, по 300-400 тысяч детей. То есть это о чем говорит? Это то, что рождаемость, и сегодня в первый класс идет уже 400 тысяч детей. И по этой причине педагогов все равно, так же, как и школы, инфраструктуры и всего-всего, у нас не будет хватать. Вот у нас в Астане буквально школы разрываются по шрам, потому что и в Шенкенте, и на юге, и в Алмате это все так. Рождаемость очень высокая. Теперь другой вопрос, качество педагогов, да, высококвалифицированных педагогов. Педагогов должны много выпускать, но при этом они должны быть качественными. Но сейчас они не удовлетворяют, не соответствуют высоким требованиям школ либо веянию времени. Почему? Потому что снова, для того, чтобы вузы выпускали хороших кадров, они уже на начале должны отбирать хороших кадров. Допустим, в Сингапуре и Финляндии конкурс на одно место учителя 20 человек. Мы вот реально у них были, спрашивали, и они нам это подтвердили. Но для того, чтобы... А у нас воронка какая для поступления в педагогические курсы у нас практически нету конкуренции. А почему у нас нету конкуренции? Не из-за того, что у нас прям высокий пороговый балл. У нас очень доступный пороговый балл. Потому что у учителя нет авторитета в обществе. Самый лучший выпускник школы, он не стремится быть учителем. Я просто свой пример вспоминаю, так как я заканчивал Казахстан-Турецкий лицей, для меня учителя всегда были авторитетами. По этой причине я и выбрал путь педагога. Они как бы повлияли на меня с этой точки зрения. Чего я не могу утверждать об остальных школах? Я могу это утверждать по результатам тех выпускников, которые выбирают педагогические профессии. То есть алтенбельгийцы, олимпиадники, их в целом в общеобразовательных школах очень мало. Ну и даже среди них самые лучшие выпускники, они не идут в педагогические профессии. Есть такие некоторые исключения, но в целом эта тенденция, к сожалению, вот такая. Теперь, чтобы вот эта тенденция поменялась, нужно несколько шагов сделать. Первое это повысить престиж педагога в глазах детей в школах. Для этого учителей не должны как бы гнобить, а наоборот загружать бюрократией, а наоборот учителям должны создавать условия. Чтобы не быть голословным, я приведу пример по опыту нашей школы. Вот у нас в Астане есть государственная школа номер 54, которая находится как бы под нашим управлением уже третий год подряд. И мы там делаем пошаговые реформы. реформы, чтобы создать модель простой школы общеобразовательной, где можно делать хорошие, колоссальные достижения, которые прям будут сильно отличаться от целого, что делает система на местах. И на самом деле вот сейчас у нас очень интересный прогресс, результаты имеются. Допустим, впервые в истории школы с прошлого года, как мы приступили к трансформации, начали дети поступать в Назарбаев университет. Есть дети, которые в Гонконгский политехнический университет поступили, европейские вузы. То есть это как бы измеряя результатами. Простая школа, правда у нее название школа-лицей, но это название ей ничего не дает. Никакого основного статуса не дает. Это просто вот так. Получилось, что у нас школы делят на школа-лицей могут название дать, школа-гимназия, но они, это не те гимназии-лицей, которые вот как КТЛ, не шарфомышают, это совсем не такое. Школа двухсменная, перегруженная, практически 3000 детей учатся в этой школе. Место 1200, которые в одну смену должны были учиться. Что мы там сделали, чтобы эти результаты были? Во-первых, это само видение и личность директора школы, которая задает тренд. В эту школу, с момента, как мы начали развивать эту школу, параллельно также был назначен директор, молодой, креативный директор, выпускник Назарбаев университета, Шакар МСИ Симбай его зовут. Он как бы проработал во всех лучших системах Казахстана, он в РФБШ работал, с ЗАУЧем, в КТЛе работал, в НИШе работал, то есть он и в простой школе работал. То есть ему на момент назначения было 26 лет, но так как он практически 17 лет работает, у него был 10 лет не старше работы. Во-первых, это сильные топ-менеджеры должны прийти в государственные школы и управлять. Во-вторых, у этого директора должно быть видение и стратегия, как развивать школу с ее точки А до точки Б, чтобы на следующий уровень вывести. Вот в этом мы как раз таки помогали прописывать стратегию, но чтобы прописать стратегию, мы сначала провели анализ, провели исследование, выявили проблемы, скажем так, вот такие раздражители, которые мешают учителям, ученикам и так далее. Потом на основании такой аналитики мы прописали и создали ряд решений, да, и это все укомпоновали в стратегический план развития. Потом это защитили на заседании попечительского совета и как команда все вот сказали, вот это наше видение, через три года мы станем лучшей школой, как бы, через два года мы станем лучшей школой в столице. Это и случилось, да, сейчас номер 54, это бренд в Астане. Люди туда стремятся учиться, там с окраин городов даже едут, дети из частной школы переводятся. Вот теперь потом следующая задача через несколько лет стать лучшей школой в Казахстане. Помимо этого у нас есть такие другие целевые индикаторы, это пройти международную аккредидацию CIS. Вот нишевские ребята, если есть, они знают, каждая школа ниш, она очень долго, в течение пяти, десяти лет они проходили вот такие аккредитационные системы. И это мы хотим сделать в простой школе. Но при этом у вас остается финансирование школы на прежнем уровне, правильно? Да. То есть зарплатный фонд в первую очередь. Совершенно верно. То есть сейчас финансирование по душеволе у всех школ по Казахстану, городских школ я имею в виду, в 54-й школе то же самое, то же самое, абсолютно то же самое. Единственное, мы наши вот эти услуги мы предоставляли этой школе бесплатно. И вот консалтинг, исследования, девелопмент, мы это все предоставляли как социальный партнер на безвозмездной основе. Наш первый пилотный проект, мы туда также привлекли спонсорские средства, и за счет своих спонсорских средств мы там открыли Garden Hub, чтобы это как это самое первое наше было, островок, где мы создали среди всей большой инфраструктуры школы такое место, которое отличается от всего, что есть в школе. То есть это место, откуда начинаются все изменения, вот так назвали. Такая вот комната, которая примерно 100 квадратных метров, небольшая, 160 квадратных метров, она пустовала просто так, стояла. мы из нее вот сделали такую зону, коворкинг-зону. Постоянно проходят встречи как у лидершипа у вас, гости, guest speakers, разные вот такие мероприятия проходят. То есть что там отличительного, мы туда несколько десятков миллионов вложили, чтобы там было приятно, функциональная зона, мягкая мебель, это просто как жест был, понимаете, то, что все, в школе начнутся перемены. Это вот сигнал. И дети постоянно приходят туда, директор школы приходит, то есть вот эта простота, доступность и так далее, всего-всего. Потом потихоньку изменения начали постепенно как по карте вот идем, кабинет директора школы пробовалось, там у него 90 квадратов кабинета было, своя кухня, своя уборная, вот у директоров вот такие условия оказывается были. Шакарем решил отдать это все под учительскую, потому что у учителей элементарно не было где присесть, отдохнуть. Школа переполненная, все, что свободно имелось, отдавалось под классы и так далее. Таким образом вначале учителям было некомфортно, неудобно, потому что предыдущему директору как бы они даже боялись глаза показываться. Месседж со стороны директора школы в том, что в этой школе главный, главное звено это вы, учителя, поэтому вам и мой кабинет, кофе, чай, конфеты, короче, отдельные шкафчики, это все, принтер, там, каждому индивидуальный компьютер, вот это все. Это все на государственные деньги, которые выделяются бюджетом. В чем наша роль была, это правильное направление дать, подсказывать. В первом году мы закупили полностью компьютеры для всех классов и персональные шкафчики для детей. Открыли каворкинг-зону и ряд таких кабинетов интеллекту, STEM-лабораторий и так далее. В втором году летом мы полностью обновили туалет. За счет этого в школе появились туалеты, как в мега-центре. В свою очередь меняет отношение самих детей к туалету, да, если они начинали, там, плевались и так далее, да, потому что и так грязно. Где нагадили, там еще легче нагадить. Но, представляете, этого ничего в принципе нету во многих школах, хотя на это деньги выделяются. В этом году, допустим, мы закупили поломоечные машины, потому что территория школы большая, и вот эти большие территории теперь технически они моют как в этих развлекательных торговых центрах на больших машинках. А только классы моют, как бы, да, швабры и так далее. Внутри здания школы как бы хорошие базовые условия создали, теперь перешли на внешнюю часть школы. Из нашего опыта, да, мы знаем, что обычно директора школ так как боятся страх, допустим, ими руководствуется невидение, возможность создать условия для детей школы, а больше страх перед вышестоящим органом, руководителями, поэтому они действуют по правилам, там, если сроки надо уложиться, допустим, да, и вместо того, чтобы обновить все туалеты за 40 миллионов тенге, как мы это сделали, они ремонтируют крышу, допустим, да, отправляют эти деньги на крышу, там, либо еще на что-то, вот, что-то большое непонятное. Вот, как бы, поэтому, если у школы, во главе школы находятся не просто хорошие бывшие педагоги, а менеджера, то хозяйственники, да, финансисты, то тогда у этой школы с наличием у этого директора правильного видения и желания, намерения, да, то тогда эта школа будет процветать. Наша функция была в том, что помочь директору школы стать сильным топ-менеджером путем нашей подсказки, нашей консультации и так далее, да, то есть, это вот как командная работа была. Директорам школ никто не помогает, потому что они как бы предоставлены сами себе, потому что в Казахстане, в отличие от Сингапура, Финляндии, где существует система подготовки топ-менеджеров в сфере образования, у нас в школе директора становятся бывшие учителя заводничьи, которые никогда не имели дела с финансово-хозяйственным блоком, а это огромное направление, которое надо знать, поэтому учителя становятся директорами, они совершают кучу ошибок юридического фуфа, по госзакупу, еще что-то, еще что-то, и поэтому у них появляется страх. А вы же знаете, наша система, она карательная. Если ты допустил ошибку, сразу это как бы не прощается, детально не анализируется, не помогают, а наоборот быстро наказывают. Презутственной ненавистики нет. По этой причине вот у нас как бы за вот эти прошедшие десятилетия сформировалось такой защитный рефлекс у первых руководителей всех, в принципе, государственных учреждений. Ну, смотрите, согласно нашей стратегии, мы поняли, после анализа, мы поняли, что надо, чтобы перейти к более важным фундаментальным вещам, которые мы перечислили, вот этих пяти направлений столпов, нам надо сначала до этого улучшить кадры, потому что эти все пять вещей будут обеспечивать кадр педагогический состав. А чтобы педагогический состав это обеспечивал, надо сначала их самооценку, веру в них, веру в себя повысить. А для этого надо создать в школе условия. То есть мы начали как бы, да, из вот таких видимых вещей переходить к невидимым вещам. То есть то, что вот эта магия будет происходить, когда дети уже будут любить ходить в школу, они будут развиваться там, учиться новым вещам и будут постоянно тянуть туда, будут гордиться своей школой, вот эта магия, да, когда им охота учиться, мотиваться, эта магия создают учителя. Но чтобы учителя, они создают своим, да, вот этим примером, своей энергичностью, своим желанием, чтобы это произошло, должны произойти видимые вещи для учителей. Это вот то, что, в принципе, мы попытались сделать. И это уже как бы дает свои плоды. После этого начали меняться сами учителя, их отношения, потому что им, в принципе, все необходимые условия уже были созданы с нашей стороны, как менеджмента. Со стороны государства создаются условия в виде высокого оплаты труда, вот буквально с этого года только, зарплаты труда теперь на входе составляет 10 тысяч тенге. Абсолютно во всех школах Казахстана, если учитель закончил педагогический вуз, знает английский язык, условно говоря, и по квалификационным требованиям защищает самую низкую базовую квалификацию и имеет 18 часов уроков в школе, то у него базовая зарплата не на руки, а как начисление примерно 200 тысяч тенге. 160 тысяч будет. 180 тысяч тенге 200 тысяч тенге составляет. На руки это где-то 150 тысяч тенге. Раньше было 60-70 тысяч, буквально 4 года назад была эта зарплата. Ну да, буквально несколько лет назад зарплата была 50 тысяч тенге где-то. Да, но опять-таки вы сказали, что если он знает английский язык и проходит минимальные базовые требования, да? Нет, я насчет английского переборщил, если он защищает базовые квалификационные требования. После того, как педагог выпускается при институте, он должен пройти национальный квалификационный тест, чтобы квалификацию подтвердить на базах независимого тестирования Юстарии. Если он подтверждает, то уже с учетом того, что в школе ему дают одну ставку в 18 часов, вот у него такая зарплата сейчас. А самая высокая зарплата может доходить, если учитель 25 лет стажа, имеет магистрскую стипендию, преподает на английском языке свой урок, плюс сам имеет сетикат английского языка, плюс по квалификационным требованиям самый высокий уровень, педагог-исследователь, либо педагог-мастер берет, плюс имеет не 18 часов, а скажем так 24-28 часов в неделю, то у этого учителя зарплата достигает 500 тысяч тенге. Таких очень мало, наверное, сейчас. Это буквально несколько процентов. У наших школах есть. Они есть в каждой школе, но как минимум 400 тысяч тенге, пусть не 25 лет стажа, допустим, 10 лет стажа, при этом вот эти все остальные параметры, они прокачаны, учитель все это набрал, у него будет 400 тысяч тенге. Я вам обратно скажу, просто в лицеях, в КТЛах высокий заработок обеспечивают уже на пороге, независимо от высокого стажа и так далее. Там в КТЛах есть же фонд «Белеминновация». Они дополнительно доплачивают учителям, которые соглашаются на ротационную систему. Потому что, допустим, если учитель... Вы же знаете, в лицеях уникальность в чем? Постоянно ротация происходит. То есть как на уровне директора школы, учителя. Поэтому в лицеях очень много друг друга знают. Везде знакомые, в том числе за счет вот этой ротационной системы. Когда человек соглашается на ротационную систему, она существует для того, чтобы избежать коррупционных рисков, чтобы директор не засиделся на одном месте. Тогда такому человеку дополнительно предоставляют через спонсорские средства, квартирный вопрос и так далее. Какая базовая зарплата, допустим, сейчас? У всех одинаковая. В КТЛе базовая зарплата, которую государство платит, это то же самое, что в 54-й школе. Это все одинаково. Но в КТЛах чуть-чуть немножечко как социальный пакет доплаты идет. Но не всем учителям. Но не всем тем, которые на определенные условия соглашаются. Паратация и так далее. То есть это насколько я знаю. Возможно, есть дополнительная допустим оплата, если они создают какой-то контент. Вы же знаете, в лицеях очень много контента создают своего собственного. Книги выпускают, учебные пособия, очень много интеллектуального труда. Потом в лицеях очень много, насколько я знаю, учителя вовлекаются в процесс повышения квалификации других учителей, других школ. Вот это все как бы у них вот система вот таким образом работает, чтобы им доплачивать, что бы им хватало. Вот таким образом. А вот вопрос тогда по поводу ниш. Все-таки там зарплата входная, она выше, выше в разы, чем пока в стране в среде. ну вот, не в разы. Насколько я владею в целом информацией, у них зарплата, ну, если вот, допустим, в общеобразовательной школе сейчас уже стало там 500 тысяч, да, у учителя... Это максимум. Максимум. в нише будет, допустим, 600 тысяч. Это разве максимально? Просто смотрите, я помню, разговаривал с несколькими преподавателями, да, то есть у них... Я вам отвечу, я вам отвечу. Насколько я знаю, понимаете, в нише высокая зарплата идет за счет премий. То есть у них, допустим, по-моему, год там несколько раз премий получают. По-разному правилу. Да, в среднем выходит 500, где-то 400-500 тысяч тенге в среднем выходит. За счет премий, когда премию присоединяют, да, а так вот эта базовая зарплата сейчас у него в принципе выровнялась. Но в государственных школах там нет уже премий, понимаете? Там в конце учебного года выделяют деньги на лечпособие. Ну, это отпуск. Да, и все. Не, отпускные и лечпособие, и все. Но премий не бывает. По этой причине вот если бюджет увеличить школу снова еще, да, на фонд оплаты труда, то если сейчас общеобразательные школы учителям будут еще платить премию, это вообще будет шикарно, да? Потому что сейчас общеобразательные школы тоже переходят на пятидневную работу неделю, потом в год отдыхают пятьдесят шесть дней, это летом только. Плюс есть каникулы, когда дети не учатся, то в целом как бы если из 365 дней учителя в Казахстане отдыхают сто дней. не все школы, не все директора, не во всех регионах этим учителям позволяют полноценно отдохнуть. Понимаете, в чем причина? Их постоянно выдергивают, по субботам заставляют приходить в школу, какую-то работу находят. То есть учитель не по своему желанию приходит, а их как бы обязывают. А как в Финляндии происходит? Допустим, мы у них были, у них вот есть в Финляндии учителя отдыхают сто дней в году. Потом допустим выходное это очень ценное для них. Учителям даже курсы повышения квалификации ставят с их разрешения на те дни, которые им удобны. А у нас разнарядку сделают так. Школа А 5 учителей даешь, школа Б 10 учителей даже в списке делают и не смотрят у тебя какие уроки, что там проходишь и так далее. Берут и могут отправить. Есть ли необходимость повышать зарплату еще выше? Либо здесь нужно больше работать над тем, что повышать именно осведомленность, какой-то делать именно престиж учительской профессии. Опять-таки если это будет делаться с помощью наших программ, пиара, то это все будет очень слабо, очень плохо. Понял. Смотрите, в любом случае у любого бюджета страны есть свои ограничения, да? Конечно. Поэтому, на мой взгляд, в связи с тем, что бюджет у нас ограничен, то, что сейчас заложено, уже если это удастся, это вообще прекрасно. через 4 года к 2025 году у учителей стартов будет, допустим, 300 тысяч, да? А самое высокое будет под миллион, условно говоря. Ну, 700 тысяч точно будет. 700 тысяч точно будет, то это прекрасно, да? но другой вопрос, конечно же, вопрос девальвации, инфляции, То есть, мы это сейчас прям не можем сказать, но даже с учетом текущих изменений мы видим на учителях, насколько это отразилось на них. То есть, оно положительно отразилось на учителях. Сейчас учителя держатся теперь за свои рабочие места. Именно я про хороших учителей имею в виду, потому что они в целом оценивают, да? Есть рынок труда. Хорошие учителя у них всегда есть выбор. Они могут уйти в репетиторство, в частные школы, но сейчас динамика остановилась. Учителя наоборот, из частных школ уходят в государственные школы, но при условии, что если есть там директора, как шакары, которые создают им условия, да? Относится к ним по-человечески. То есть, и вот то, что ваш опрос проводили, это возможно молодые ребята в основном участвовали, и то, что 60% из-за зарплаты не идут, но я уверен, если бы даже вопрос за зарплату мы им решили бы, если бы они попали бы в госшколы, они бы убежали оттуда из-за отношения, которые будут к ним. Со стороны администрации, руководства, со стороны коллег и так далее, да? к сожалению, у нас все еще неприемлема культура, когда человек отличается от остальных. А именно учителя должны быть креативными, именно отличаться должны. Они должны отличаться, каждый учитель своей особенностью. Поэтому вопрос не только в зарплатах, а вопрос в отношении, в условиях, в профессиональном росте, который может позволить сферу образования, допустим, в Сингапуре у них четкая траектория роста работников педагогической сферы. Допустим, ты сначала попадаешь через жесткий отбор в педвуз, 20 человек на место конкурс проходишь, сдаешь различные экзамены, сдаешь, пишешь эссе, потом проходишь как бы собеседование, где-то преподаешь, все это проходишь. Потом, если ты проходишь конкурс, ты заключаешь как бы трехсторонний контракт с педагогическим вузом. Кстати, в Сингапуре всего 6 университетов и практически 5 из них или 3 из них это частные. И педагогов для всех сингапурских школ и их всего лишь 300 на весь Сингапур готовят вот этот частный вуз. Финансирует их подготовку Министерство образования Сингапура. Студент и они трехсторонне подписывают договор, где соглашаются на то, что студент обязуется 4 года проучиться, успешно закончить вуз и 3 года проработят в сингапурской системе школьного образования. То есть Сингапур берет на работу студента, будущего педагога уже с первого курса и с первого курса назначает ему зарплату в виде 1700 долларов. А у нас с педагогом не такое отношение. Педагогов готовят как в целом специалистов на рынок труда. Такой подход неприемлем. Надо пересмотреть, недавно глава государства озвучил, что 42 500 будет стипендия учителей. Но для учителей не жалко, даже если с первого курса у них будет стипендия 100 000 тенге. Понимаете, да? но зато конкретный контракт чтобы человек, который идет на педагогическую специальность как по госзаказу специально идет, это отборный штучечный товар, каждый из которых будет влиять на развитие всей целой нации. Вот в Сингапуре у них такой подход, потому что каждый человек он на вес золота. У них нет никакой нефти, природных ресурсов. Их самая главная ценность, как они нам сказали, это человек. Поэтому они вкладывают большие инвестиции в человека. Потом студент заканчивает, если он каким-то образом условия нарушает, то он обязан возвратить вот эти деньги, которые государство на него выделило. И стипендию, и расходы на учебу. Понимаете, да? Допустим, бывают такие кейсы, когда студент отлично закончил, но уходит в какую-то международную частную школу в Сингапуре. То тогда либо его работодатель, либо он сам оплачивает, возвращает эти средства. Но он не работает... Это огромная сумма. Огромная сумма, но зато он не работает три года в системе госшкол. Понимаете? Такой выбор тоже есть. В целом, дальше он пять лет работает учителем. После пяти лет учителя у него начинается профессиональный рост выбора. Он либо выбирает направление администрирования, становится топ-менеджером в сфере образования, либо он выбирает направление аналитики, то есть занимается аналитической работой, исследованиями, прописанием образовательных политик и так далее. Либо третье направление выбирает преподавательскую деятельность, но уже становится учителем учителей. То есть переходят институты повышения квалификации, где готовят подтягивая других молодых учителей. Видите, да? Вот такая траектория роста у них есть. Но это все после пяти лет проработки простым учителем. Заучим становиться, директором становиться и так далее. Рост быстрый, четкий, понятный и конкретно каждый для себя найдет то, что ему нравится. А у нас, к сожалению, нет такого роста. Понимаете, да? У нас хороший учитель, он как бы не каждый может стать хорошим методистом. Почему? Потому что ему нет смысла идти работать учителем учителей. Почему? Потому что методистов низкая зарплата. Там они меньше, чем учителя получают. Если пойдут, допустим, учитель работал, в школе получал 500 тысяч денег зарплату, да? Ну, то учитель переходит в Гарано, где я работал, да, кстати. У меня, допустим, после Кебриджа на такой позиции зарплата была всего 100 тысяч тенге. Я при этом отвечал за все 130 школ города. Методист, допустим, тоже 500 тысяч если сейчас получает, переходит в Гарано, где оказывает методическую поддержку учителям школ. У него зарплата будет 100 тысяч тенге сейчас. Перейдет ли вот этот учитель на методическую работу? Совершенно верно. То есть это такие простые понятные вещи, которые вот так щелчком должны приниматься решения на уровне государства. То есть образовательная политика, я не знаю, как там думают, но вот это все на поверхности. Вот мы в этой сфере работы, мы это вот так видим. Возможно, вот тем, кто нас слушает, это вот там удивляются же, а, так что ли, там можно бюджет увидеть, можно ли бюджет попросить ученику директора школы, это все должно быть доступно. Это все должно быть open source лежать. Конечно. Сейчас такого нет. Сейчас, допустим, вот, кстати, был вопрос интересный от участников. Можно ли узнать бюджет школы? Ну, это не должно быть тайной, потому что госшкола это public organization, да? Конечно, да. И за рубежом public organization, оно все управляется как бы обществом. Ну, у нас не так. У нас школа, несмотря на это, она не управляется обществом. Хотя у нас существуют поапсистические советы, но они как бы атрофированы, потому что само общество, к сожалению, у нас не дозрело до такого уровня, чтобы бесплатно участвовать в управлении школой без личных интересов. Понимаете? Да, кстати, вот, как раз родители не должны быть, потому что за рубежом родителей не бывает. Только один представитель от родителей в борде управления школой присутствует. Потому что родитель, он тоже не может быть объективным, потому что там учится его ребенок. Но если у родителя ребенок отучился, все, он не учится, то он может как ветеран-родитель прийти и участвовать в управлении школой. Поэтому за рубежом board, school board, governance board называют в Британии, там участвуют в основном опытные люди, которые работают в различных сферах, в основном в сфере финансов, потому что школу надо контролировать по части финансов, по целесообразности и так далее. Потом по части кадров, менеджмент, кадровые вопросы, юридические вопросы и, конечно, по части самой школы, академической части. Но это общественная работа вся полностью. Это все общественная работа. Они как бы в зависимости от стран, регламента, от года. Это выпускники бывшие, да, или кто? Это выпускники могут быть, это могут быть в целом жители этого района. Это может быть какой-то авторитетный человек. Главное, человек, который с правильной репутацией, честный и знает какое-то из направлений и потом может возглавлять комитет при вот этом совете директоров управляющих школой и заседать. А дальше исполнительный орган в лице директора школы ежеквартально приходит и отчитывается перед каждым комитетом. и стратегические вопросы согласуются и утверждаются на вот таком высоком уровне. А у нас директоров школ никто не контролирует. Их должны контролировать управление образования, отделы образования, но как они будут управлять их всех? В отделе образования, допустим, у нас работало примерно 50 человек, из них связано с образованием очень малое количество, а школ 130. Сейчас в Шемкенте вообще школ 150. Когда они успеют ежеквартально заседать по каждой школе, по каждому комитету, допустим? Это вообще анрил, да? Надо раздувать штат Гарано, чтобы все школы контролировать. То есть сейчас у школ нет учительства, получается? Нет, попечительские советы есть же, но они не функционируют, потому что сам состав поп-совета, он слабый. На бумаге, да, есть просто? Нет, его надо оживить, понимаете, это надо запустить механизм. Министерство образования, Акимы, они должны провести коммуникационную информационную работу, призвать всех людей активных, с гражданской позиции, участвовать в управлении школой, их района, допустим, да? Их бывшей школой, где они учились. Да, вот так. Это в принципе один раз в квартал заседать, я думаю, что это в принципе несложно, да? Конечно, несложно, но если ты заседаешь, надо отвечать за это, за принятые решения. Это все как бы, как сказать, я считаю, что нужно поднимать гражданственность, гражданственность населения. Активную позицию, да? Активную позицию, да. Программу сильно придумывать не надо, потому что вот эти один процент школ, как РФМШ, НИШ, ПТЛ, да, они все работают по государственной программе. и дети, которые вот в Айвелик поступают, другие как бы в топ-вузы поступают, они все учились по вот этой программе. Проблема больше не в программе, а в ее реализации. Допустим, текущую программу можно упростить наоборот, убрать лишние предметы, не загружать ее. Допустим, ученик в старших классах ему дать выбор. Не каждый ученик, допустим, как мы сказали, вот школа дает развивать пять аспектов, да. Первый аспект это академические, вот это есть образовательная программа, которая в основном сфокусирована на развитии вот этих академических направлений. Но вот эти вещи, к сожалению, школа обычная, она не может давать, потому что дети там не остаются с утра до вечера. Поэтому вот эти четыре аспекта дети не получают в полноценной мере с этих школ. Но в этих школах как НИШ, КТЛ, ФМШ, эти дети, вот эти пять аспектов позволяют развивать у себя. То есть они развиваются. Что касается образовательной программы, она в обычных школах, ее следует упростить, не перегружать, потому что даже в ее текущем виде дети неохотно ее принимают, она перегружена. Детям надо ее сделать более простой, но для тех, кто желает более углубленную программу, дать такой выбор. В Сингапуре, допустим, так. В целом программа соответствует минимальному такому уровню всего населения, но для детей, которые именно по академическим направлениям имеют исключительные склонности, им позволяет еще больше тяжелую нагрузку принимать по желанию самих родителей. с третьего, начиная с третьего. У нас стандарт, он единый под одну гребенку для всего Казахстана, понимаете? Учись ты в ауле, в городе, в школе с хорошей инфраструктурой, плохой инфраструктурой, везде одинаковая программа, что в КТЛ, что в РФМШ, что в нише, в целом одинаковая программа. Это и есть называется государственный общеобразовательный стандарт. И по этой причине по вот этой программе наши дети, они 99% школ, они не доходят до вот этого стандарта. Но этот стандарт доходит вот этот 1% школ, где созданы соответствующие условия под эти стандарты, по части инфраструктуры, пед кадров, менеджмента, понимаете, да? Вот такие дела у нас. То есть как бы здесь вы делаете больше упор на финскую систему образования, где дается больше академической работы для школьника, да? Я как бы не хотел бы такой выбор делать, но надо выбирать что-то одно, да? Либо если делаешь тяжелые, как бы высокие требования программу, а у нас они высокие, да? Очень высокоинтеллектуально академически развитых детей как бы выпускает наша программа. Если вот эксперты международные зарубежно посмотрят, они скажут, ничего себе у вас программа какая. Вот то, что у вас дети в 11 классе изучают, они у них изучают на первом курсе, допустим, по той или иной специальности, да? Допустим, по математике, по физике, либо если мы такие высокие стандарты на программу и детей ставим, то надо создать соответствующие условия, как я говорю, по инфраструктуре, по педагогам, чтобы в классе было не 40 детей, а 20 детей, да? Вот эти вещи, факторы сопутствующие надо обеспечить. Если ты не можешь обеспечить эти факторы, то надо программу сделать реалистичной, снизить. упростить. Вот Финляндия, как бы, та программа, которая, она нужна для них, и они под эту программу соответствующие все необходимые условия создают. А у нас под эту программу соответствующие условия, факторы обеспечены только в одном проценте школы. Нет, нет, это не так. Просто что значит программа, допустим, по математике за 11 лет обучения ты осваиваешь такой-то объем материала и на выходе у тебя ты обретаешь те или иные навыки. Допустим, осваивший программу математики ученик 11 класса умеет считать то-то, то-то, решать то-то, то-то, анализировать то-то, то-то, создавать то-то, то-то. То есть, вот эта рубрика прогресса детей и вот эти вещи ты уменьшаешь количество тем, срезаешь количество тем, делаешь их реалистичными, потому что, когда ты это все упрощаешь, уменьшаешь, ты высвободишься время, отдаешь на что-то другое, допустим, углубляешься по другим предметам. Допустим, если ребенок не хочет инженерное техническое направление выбирать, ты ему даешь больше часов и возможности развиваться по гуманитарным предметам. А у нас как проходит? У нас в связи с тем, что программа перегружена, ребенок в целом осваивает программу неглубинно, он осваивает ее поверхностно. Что значит поверхностно? Это значит, что, допустим, ту или иную тему, скажем так, по биологии, да, биология, там, не знаю, допустим, фотосинтез, тема фотосинтез, да, а у тебя там по программе 100 тем, которые ты должен вот закрыть, вложиться в выделенное количество часов. Все это в расписание вбиваешь, в программу, в год, четвертям делишь, и у тебя на фотосинтез тему выделяется всего лишь один час. И что происходит? Как учитель использует этот один час выделенный на фотосинтез? Он приходит на урок, открывает книгу и зачитывает, ну, либо даже самый лучший учитель объясняет прям актерское мастерство, короче, показывает фотосинтез и все. Дает замечательное задание, где детям предстоит изучить дополнительный фотосинтез, ответить на тесты какие-то, да, то есть освоение этой темы происходит на уровне запоминания. На уровне запоминания. По таксономии Блума этот объем знаний можно освоить не на уровне запоминания, но на уровне понимания, на уровне применения, да, допустим. Ты учишься применять вот этот изученный фотосинтез на деле, да, то есть какие-то эксперименты делаешь. Проектный подход, да? Проектный подход. Допустим, если на это, допустим, три часа выделить, если четыре часа выделить, то на четвертый уровень выходишь, ты учишься анализировать вопросы фотосинтеза. Ты проводишь эксперимент, потом это все фиксируешь, запоминаешь, потом пишешь, что изменилось, допустим, либо чего не хватило, вот понимаете, да? Еще выше уровень это крупности анализа, это синтез информации, и самый высокий уровень Блума таксономии это создание новой информации, создание нового понимания. Тогда ребенок уже проводит ряд исследований согласно фотосинтеза, потом пишет это все, фиксирует, изучает другой опыт, условно говоря, обобщает это все, потом делает свои какие-то заключения, понимаете? Вот. Это всего лишь на одну тему фотосинтеза. А у нас дети не то, что на уровень применения не приходят, они там остаются на уровне запоминания информации. Поэтому на выходе мы имеем детей, которые в целом помнят слово фотосинтез, знают, что это связано с листком, но при этом глубинно вот эту тему, как это все происходит, кислород, вот эти все нюансы, глубинно тему разносторонне они не изучают. Все поверхностно. То же самое с историей Казахстана, где запоминание даты идет, но само проникновение темы истории на глубинном не происходит уровне. Вы представляете, история в любой стране, история своего народа, история мира, она ключевой предмет, потому что это вопрос, скажем так, патриотизма, да, когда человек свою историю знает, у него как бы это стержень, он связывает себя как бы с этой историей, с этой страной, и у него появляется лояльность, у него пропадает равнодушие к тому, что произошло, к тому, что делали предки, условно говоря, да, а когда контент преподносится на уровне дат, там какие-то вот были вещи, там какая-то война была, это все происходит на поверхностном уровне, у человека контакта со своей историей не происходит глубинного, а представляете это, если все глубинно анализировали, писали бы эссе, дебатировали бы, сравнительный анализ делали бы, вот это настолько увлекательно было бы, а проблема демотивации наших детей в том, что на уровне запоминания информации у ребенка мотивации не происходит, у ребенка открывается мотивация, когда та или иная тема изучается на более навыках высокого порядка, когда на уровне применения, анализа знаний, углубления происходят, у нас вот так только ребенок начинает вовлекаться в тему, в одну тему, да, допустим, интерес, шкала интереса растет, и все, на этом заканчивается, обрывается, переходим к следующей теме, только начинаешь и вот так, вот так, вот так, на протяжении всех 11 лет у нас происходит. да, вот это как бы диагноз, да, проблемы, почему у нас дети демотивированные, не любят школу, не только у нас, вот в многих странах мира проблемы с мотивацией детей есть, потому что внимание человека, внимание человека, оно как бы, да, ограничено, мы можем уделить внимание какого-то одной вещи, да, когда программа нам дает сотни вещей и каждую понемножку, только по названию, мы ни туда, ни сюда не успеваем, в итоге у нас пропадает мотивация, поэтому мы должны решить, что интересно для ребенка, да, траектория развития в целом, да, дать, то есть на начальных этапах, в начальном классе, с 1 по 6 класс можно всем одинаковый объем знаний, навыков давать, но по мере роста в старших классах, как мы постоянно говорим и в Астана Гарнскуле это как бы для этого ее открыли, да, чтобы детям дать траекторию развития, надо уже фокусировать на том, что интересно этому человеку в жизни будет, взрослой жизни, все равно школа как бы она готовит ребенка к взрослой жизни же, сама стоящая, про фориентацию, что была, да, уже заранее, и надо сужать программу по интересам ребенка и помочь ему не ошибиться с его выбором, максимально помочь, чтобы он нашел себя, нашел свой путь и деятельность, которой он будет дальше заниматься и программу под это адаптировать. вот, допустим, в зарубежных программах, поэтому в старших классах, 11-12 класс, это в основном, там, изучает максимум 6 предметов. В Сингапуре так, в Англии там, 3-4 предмета изучают, в Америке тоже примерно так, а у нас в старших классах изучают 15 предметов. Ну, это, знаете, это такие вещи, которые на поверхности лежат, просто, к сожалению, люди, которые принимают у нас вот эти решения, за нас всех, которые определяют все наше будущее, наших детей, там тоже находятся люди, которые вышли не из школ, понимаете, там находится менеджер, вот просто для интереса, проанализируйте состав управления образования в вашем городе, специалисты, с каким бэкграундом там работают, проанализируйте состав министерства образования, специалисты, с каким бэкграундом там работают, сколько из них, которые прописывают все эти госполитики в сфере образования, программу, допустим, они именно вот работали педагогами, изучали зарубежный опыт, то есть умеют вот это все обобщать, знают тренды, и, исходя из вот этих требований, веяния времени и потребностей человека, создают вот эти программы. Вы удивитесь, скорее всего, да, очень, таких будет очень мало. А почему? Потому что наша система госуправления, там не каждый может успешно проработать как менеджер, потому что очень много проблем с интригами, очень высокая ответственность наказывают, да, очень мало, очень невероятная большая ответственность, поэтому туда идет не каждый. Педагог обычный, который мог бы это все сделать из-за того, что доля ответственности очень высокая, они туда не идут, не попадают, они не выживают просто, до самой верхушки не доходят. Но это как бы не говорит о том, что надо этого требовать, потому что от этого зависит будущее всей нации. Вопрос контента, он несложный вообще. Контент, его самый хороший учитель, который имеет уже уровень склад ума, опыт на аналитическом высоком уровне, занимается исследование, да, учитель в первую очередь должен быть исследователем, он должен уметь анализировать большой объем информации, обобщать и создавать что-то свое, авторское. Контент это то, что создано, да, кем-то, который на высоком уровне этим всем владеет. Теперь, чтобы создавать контент, это не проблема. Для этого надо, чтобы появились учителя, которые, вот как по сингапурской модели сказал же, которые выбирают траекторию педагогов. Либо траекторию, которую выбирают вот полиси-мейкеров, где надо создавать новое что-то, генерить. Но для этого снова нужна вот эта система быть выстроена, когда люди, допустим, тебе не нравится управлять людьми, допустим, вот это все, менеджер, администрация, тебе нравится сидеть самим по себе, самим собой, но создавать контент, понимаете? Творческая составляющая. Ну, у нас это в Казахстане не востребовано. Для создания контента должен появиться спрос. У нас рынок контента монополизирован. Кстати, да, вот хороший вопрос. Потому что у нас, допустим, все учебники, которые в школах вы учите, это в основном те игроки, которые в конце 90-х появились, да? Да, да. В начале 2000-х это те издательства. Да, да. За рубежем нет такой монополии. За рубежом нету организации, которая говорит, ты можешь печатать книги, а ты не должен. Там определяются стандарты, которые мы сказали, да, вот это количество тем, навыков, которые, как бы, должен развивать согласно, появляется госстандарт, а дальше рынок сам вкладывает инвестиции, привлекает вот таких контент-мейкеров, педагогов, и они, согласно требованиям стандартов, вам создают контент, который помогает уже учителям, ученикам лучше готовиться и осваивать и развиваться по тем стандартам, которые от них ожидаются. А у нас не так. Кстати, вопрос, да. У нас не так, потому что государство эту сферу регулирует, и поэтому у нас скучные учебники с вечными ошибками, которые постоянно надо перепечатывать, проверять там. Вот такая ситуация. Это могут делать и в других школах, но проблема в том, что в других школах учителя, говорю же, вы, по-первых, понимаете, какой уровень учителей в целом по стране. Такие учителя, которые проходной балл не набирают, когда сдают вот этот, экзамены, конечно, это не все, это будет несправедливо для всех говорить это. Мы говорим согласно результатам НКТ, национальных тестирования. И учитель, который не проходит пороговый балл, то есть, как мы можем говорить о том, что такой учитель будет создавать высокого уровня контента. У нас контента серьезного, грамотного нету пока, потому что нету тех, которые это будут создавать. То есть, они есть, но их очень мало. Это первое. Во-вторых, эта сфера монополизирована. То есть, нет рыночных отношений, чтобы, допустим, вы болеете этой темой, вы нашли инвестиции, открыли свое издательство и примерно ориентируетесь, если в Казахстане 7000 школ, вы ориентируетесь на 1000 из них. И ваша цель создать такой продукт, который будет в спросе хотя бы у 1000 школ. Понимаете, да? То есть, высокие барьеры, получается? Конечно. Нет смысла вам инвестировать, даже надеяться на это, собирать команду великих учителей, которые это все будут делать, создавать шикарный контент. У вас попросту нет смысла этим всем заниматься, потому что ваши книги, они будут пылиться на полках. Потому что у школ не будет выбора оплатить, выбрать вашу книгу и оплатить вам напрямую. Потому что все происходит централизованно. Если ваши книги попали к ним на полку, вы должны провести ряд работ, потом пройти требования министерства, соответствовать требованиям, они должны вас включить в какой-то список, утвердить приказом и так далее. Только после этого вы можете переходить к печатанию этих книг. А потом еще нужно, чтобы на местах управления образованием эти книги выбрали вместе с школой. А как за рубежом? За рубежом просто у школы выделяется, школам выделяется бюджет на книги, на книжный фонд. И дальше они идут, покупают на это либо электронную версию, либо бумажную версию. Школа сама выбирает. Если им эта книга не нравится, контент слабый, учебник с ошибками, все, их просто по образу никто не берет. Вот так. То есть здесь вопрос такой, все-таки вопрос по поводу книг. Должны быть книги больше, либо больше электронные, электронные интерактивные курсы? Пусть будут и та, и эта версия. Но школа и учитель должен сам выбрать, что удобнее.